Зима, темное утро, пять часов. Беспросветный мрак, человеческий муравейник со стоном приходит в движение. Сугробы, нагромождение железных рельсов, ржавые вагоны прогнивших электричек, промзона, электровышки и провода под смертельным напряжением. В колючей проволоке запутались окровавленные трупы, обглоданные собаками. На скелетах трупов сидят черные вороны. Я стою на перроне с остальными людьми. Бетонный остров в море щебня. Злые свинцовые тучи нависают над головой и давят железным прессом. Депрессивный ветер завывает в арматурных нагромождениях. Запахи шпал, мазута и сженой резины. В железных бочках полыхает огонь. Там догорают остатки безбилетных пассажиров. В руках мужчины, женщины, дети держат баночки с пойлом. Оно спасает их от похмельного синдрома. Балтика-девятка. Мерзкая химическая жижа, разъедающая асфальт. Я держу бутылку с торпном. Его зеленовато-кислотный светящийся цвет напоминает мутаген. Сейчас подъедет железная, обшарпанная электричка. Болотно-зеленого цвета. Ее вагон похож на железный гроб. Исцарапанные двери с разбитым стеклом кровожадно распахнутся. И поглотят очередную порцию человеческой биомассы. Голос машиниста, как робот, произнесет название следующей остановки. Металлоломово. В вагоне потные холодные стены, покрытые частично обвалившейся краской. Воздух белый, густой. У окна стоит группа людей. Они курят, сморкаются и смеются. Молодая мамаша пеленает свое дитя. Сплошь покрытое коричневой сыпью. На окне, замазанном зеленой краской, твердые блестящие решетки. В углу на ржавой трубе висит очередной повешенный. От него пахнет. Стук чугунных колес напоминает пульс робота. Он мерзко стучит внутри головы, проникая в подсознание. Некоторые окна в вагоне разбиты, и ледяной ветер заносит внутрь снег и мусор. Из одного конца вагона в другой непрерывно катается пустая пивная банка. Она издает противный лязг. В вагоне мало людей. Они сидят с прямыми спинами неподвижно, слегка раскачиваясь в ритм электрички. Их черепа обтянуты желтой сморщенной кожей. На лицах застывшая безжизненная маска. Глаза черные, они смотрят в пустоту. За окнами мелькают огромные свалки, канализационные стоки и трубы заводов. По вагону идет нищий. У него нет обеих ног. Вместо них протезы. Он вихляется, нелепо размахивает руками и дергается в разные стороны. Нищий одет в рваное пальто, грязную вязаную шапку и окровавленный шарф. Его глаза пусты, лицо перекошено. Рука вытянута, с грязной кепкой. В нее кидают мелочь. Нищий неистово крестится и идет дальше. Голос машиниста называют остановки. Доменные печи. Мясорубова, Трупакова, Скотомогильник. Иногда по электричке проходят контролеры в поисках безбилетников. На контролерах зеленые шинели, железные каски. Лица скрываются за респираторами. В руках автоматы Калашникова. Ходят группами по трое. Безбилетников расстреливают прямо на месте. Мужчин из автомата. Женщин и детей из пистолетов. Окровавленные трупы волокут в тамбур, оставляя на полу вагона яркий багряный след. Мертвецов выкидывают из электрички на ходу, на растерзание бродячим собакам. Некоторым вбивают деревянный колу в грудь. Иногда призраки расстрелянных возвращаются в вагон. Они сидят точно так же, уставившись черными глазами в пустоту и безмолвно раскачиваясь. Тогда их не отличить от живых. Иногда по вагонам ходят торговцы разным барахлом. Они предлагают порножурналы, просроченные консервы, клей-момент, к которому прилагается бесплатный целлофановый пакет. Момент нюхают прямо в вагоне, расплатившись с продавцом. Если нет денег, то можно задрать пальцем губу и продавец ржавыми пассатижами вырвет один зуб. Зубы имеют хождение наравне с рублями. За зуб выдают один журнал, две банки тушенки из собачатины и одну из человечины и тюбик клея. Я встаю и медленно, чекая на шаг, иду в тамбур. Каждый шаг моих подкованных сапог отдается гулким эхом. В тамбуре контролеры топором расчленяют очередного безбилетника, для того, чтобы легче было его выбрасывать. Один контролер клещами выдирал ему зубы. Второй пальцем вырисовывал кровью пентаграмму на стене. Я показываю им свой годовой проездной. Он сделан из человеческой кожи, а символы нанесены человеческой кровью. Контролеры молча кивают. В тамбуре накурено. Я надеваю противогаз. Открываю железную дверь туалета. Там сидит тот самый нищий. На нем нет шарфа, а на горле зияет огромная кровавая дыра с отвисшими лоскутами кожи. Внутри горла находятся три стальных блестящих штыря. Нищий сжимает кусачками железный пруд внутри горла и двигает вверх-вниз. Синхронно с этим двигается его выпавший и повисший на проводе глаз. Второй глаз беспорядочно мигает красным лазером зрачка. На полу лежат отстегнутые ноги протезы. Они с жужжанием сгибаются и разгибаются. Я хлопком закрываю дверь и иду дальше. Синхронно с этим двигается. 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 Синхронно с этим двигается.